Всем привет на моем 55 стриме и это Pokemon FireRed 16 серия, скорее всего заключительная. Привет, Тор! Я объясню почему заставка другая. Это заставка из второго сезона аниме. Почему? Второй сезон там Лига Оранжевых Островов. В игре, ни в одной из игр ее нет. Но, то есть она идет сразу после Лиги Индиго, вот этой первой. Я уже в игре прошел Лигу Индиго и после этого там были Розовые Острова, вот эти вот 7 островов. Я их правда уже прошел на том стриме прям сразу, но так как у нас еще один стрим сейчас, то я решил, что в принципе это почти как второй сезон. Потому что когда я буду уже играть в следующую игру, там уже будет третий, как бы, ну если смотреть по ним, то это как третий сезон. Да, третий, четвертый, пятый Лига Джота будет. Вот, поэтому здесь такой. Итак, немножечко я прокачался после предыдущего стрима, когда узнал, что прокачка вообще никуда не годится. Да, Тор, я уже понял, что ты сегодня не сможешь посмотреть, но ничего страшного. Вот. И сейчас у меня следующие параметры. Но самое главное, это Черезард сотого уровня. То есть все, максимально уровень Черезарда. Так же Венузавр сорокового уровня, Драгонайт пятьдесят пять вроде так и остался. Голем сорок восьмого и Заптас шестьдесят третьего. Кроме того, Заптас выучил электрическую атаку. Ну, прям с места в карьер. Идем побеждать. Второй раз в Лике. У тренеров очень усилились, усилились их покемоны и даже новые появились. Добро пожаловать в Лигу Покемонов. Диалоги почти все такие же, но небольшие отличия есть. Поэтому я прочитаю еще раз. Яла Риэль из элитной четверки вернулась. Ты знаешь, что я специалист по ледяным покемонам. Приготовьтесь, сейчас твои покемоны будут заморожены. Итак. Первая из элитной четверки. Дьюдонг шестьдесят четвертого уровня. Итак, у нас Заптас, сразу же разрядом. И... Ваншот. Потому что электричество против как льда, так и воды эффективно. Итак, клойстер. Клойстер это тоже водный, поэтому мы используем Заптаса. Итак, клойстер шестьдесят третьего уровня. Такого же уровня, как и Заптас. Итак, разряд. Промахивается, да, бывает. У нас не должен заваншотить клойстер. Нет, не заваншотил. Я не буду лечить, рискую, но сразу заряд. Потому что... Да ладно, вот рискнул. Ну, кто не рискует, да? Ну, ничего страшного. Сейчас. Это ничего страшного вообще. Просто берем, ставим Лапреса. Далее. Эликсир. Поднимаем Заптаса. О, ну, Танец Дождя использует, но это даже на руку нам. Итак, теперь используем Гипертелия. Все. Заптас снова на ногах. А плавание не должно так много нанести. Ну, правда, уровень очень отличается. Ну, да, вон. Все, ставим обратно Заптаса. Ой, не, не, не. Куда сумку-то открываешь? Выходи. И он же, он два раза промахнулся. Подводишь, Заптас. Подводишь. Ну что, я опять рискую, но... Нам же надо атаковать, а то так это вечно будет продолжаться. Есть, попадает. И... И ваншотит. Обальбазавр. Ну, в смысле, Венозавр получает 41 уровень. Еще выучивает атаку. Ну, сейчас мы быстро ему выучим. Так, Рос. Заставить... Хотела бы Трафтюр лечить спецатаку. А... Да нет, нам это не нужно. Не изучать, да, не изучать. Не время сейчас изучать. Так, Лапрос. Нет, конечно, мы не заменяем. Но придется вылечить. Вылечить Заптоза надо. Так, Гиперзелье. Ну, сейчас он атакует, конечно же, ледяным лучом. Так. Ну, к сожалению, меньше половины останавливает. Но, опять же, да, нет смысла постоянно лечиться и постоянно получать урон. Поэтому надеемся на разряд. Разряд сработал. Но, мне кажется, ваншота не будет все-таки на 3 уровня выше Лапрос. Хоть больше половины потратит. А, да нет, заваншотил, заваншотил. Вот все-таки, когда эффективная атака, она эффективна. И Заптоз даже получает 64 уровень. Так, Джинкс. Против Джинкс надо огненного покемона. Но, благо, у нас Через Арт сотого уровня. 282 здоровья у него. И выброс огня. Через Арт всегда атакует первым, потому что у него возрая коготь стоит. В вещах. Все, Джинкс ваншот. А, Пилосвайн. Нет, не буду заменять. Хоть и Пилосвайн это такой, какой-то полу-ледяной, полу-какой-то еще. Но, в принципе, вроде бы его огонь ваншотить должен. Поэтому. Ну, просто потому что уровень все-таки на... Отличается на 37 пунктов. Да. Ваншот. Бульбазар, 42 уровень. И тем самым мы прошли первую. Элиту. Ты сильнее, чем кажешься. Проходи дальше. Скоро ты почувствуешь настоящий вкус лиги покемонов. Так, поднимаем всех. Так. Гиперзелия кому дать? Ой. Кстати, я забыл гиперзелий закупить. Но мне, я думаю, наверное, хватит. Должно хватить. Но вообще, да, это было необдуманно не купить гиперзелий. А, нет, я понял, почему не купил. Точно, я же бальзамов там накупил. А бальзам он восстанавливает полностью здоровье. Плюс еще все статусы убирает. Плохие. Точно. Вот у меня бальзам где-то. А, нет, он снизу, наверное, да, будет. Вот, бальзамов у меня сто. Так, здесь мы... У него боевые покемоны, плюс каменные. Поэтому через арт просто идет и решает. Я Бруно из элитной четверки. Тренировки помогают людям и покемонам становиться сильнее. А совершенствованию предела. Эш, наша битва покажет, кто из нас лучше подготовлен. Итак, стиликс. Стиликс каменный покемон. У нас через арт огненный покемон и огонь по стиликсу наносит колоссальный урон. И, естественно, ваншотит. Хитман-чан. Мы оставляем через арта. Но мы здесь весь бой будем через арта убиться. Так, удар крылом. Эффективнее, чем огонь против боевых. И ваншот. Хитман-ли. Статегия такая же, абсолютно. Удар крылом. И это суперэффективно. Ну там, венузавр уже 43 уровня. Но это нам уже не так важно. Мы его не будем использовать. Матчамп. Опять же, это боевой покемон. Да, он более сильный. Но нам-то какая разница, правильно? Удар крылом. Бабах. И Матчамп готов. У него просто нету шансов. И еще один стиликс. Ну его, конечно же, огнем. И стиликс сгорел. Все. Моя битва окончена. Проходи дальше. Вот так вот. Коротко и... Краткость... Страталанта, да? У него такое правило. И нам не нанесли вообще урона в прошлой битве. Нисколько. Нам даже не нужно ничего восстанавливать. Вот у этой вот старушки уже посерьезнее будут покемоны. Ну, я бы через арду оставлю, наверное. Я Агата из Элитной Четверки. Ты все еще собираешь покемонов для Оока. В свое время Оок был очень перспективным тренером. Но он упустил свой шанс. И теперь он только играет со своими покедексами. Он не прав. Покемоны должны сражаться. Эш, ты увидишь, как сражаются покемоны настоящего тренера? Итак, Генгар 66 уровня. Выброс огня. И это ваншот для него. Но у него атаки очень неприятные. Так. 44 уровень Венузавр. Вот Миздрилус. Это уже второе или третье поколение. Не помню точно. И тоже самое выброс огня. Но, по-моему, она не ваншотится. Вон. А, или ваншотится. Ну, через арду уже все равно, в принципе. Он, наверное, только в водяных не ваншотит. Хотя, не, не только. Там еще драконы впереди. Кого выпускает? А, опять Генгар. Но Генгар 70 уровня. Ну, выброс огня. Будем надеяться, что он все-таки потратит ему достаточно здоровья. Да, и ваншотит. Итак, Кробот. Ну, Кробота, опять же, огнем надо сжечь. 66 уровня, Кробот. Кстати, Кробот это тоже второе поколение. Уже. Выброс огня, давай. И Кробот готов. И, Винозава с 45 уровня. Арбок. Опять через арду. Так. Испугал, да. Арбок испугал через арду. Но это смешно, конечно. Выброс огня. Но Арбок вообще 68 уровня. Неплохо. И Арбок готов. И все, Агата повреждена. Не может быть, я что-то явно что-то есть. Я поняла, почему Ог поверил в тебя. Мне нечего добавить. Проходи дальше. И вот мы дошли до четвертого. Из элитной четверки. У которого драконии покемоны. Драконьего типа. Так. Нам опять же не нанесли урона в предыдущей битве. Однако. У Черезарда ПП надо, наверное, восполнить. Ну-ка. Так. Да. Огонь, наверное, стоит восполнить. У меня же сколько? У меня несколько вроде бы этих восполнялок. Так. Где они были? Сейчас найдем. Вот, 10 ПП достаточно нам. А, не понял. А он что? А какую он атаку-то восстановил? А-а-а. Он 10 ПП на все атаки, что ли, восстановил? Я просто этим почти не пользовался за всю игру, поэтому я так и не понял. А, он да, он полностью восстановил. Ну, в общем, все круто. Итак. Так ты снова здесь, Сеш. Я Лэнс, лидер элитной четверки. Я мастер драконьих покемонов. Драконов непросто поймать и воспитать. Но у этих покемонов практически нет слабых мест. Сейчас твой путь по лиге покемонов завершится. И вот это уже бой посерьезнее, скажу. Потому что у него некоторые жесткие такие. Так, Георадос. 68 уровня. И надо было завтра заставить. А сейчас я поменяю покемоны и теряю ход. Вот уже, уже я ошибку совершил. Конечно, можно попробовать через ардом, но он не заваншотит водного. Ну, хорошо, попробуем выброс огня. Или нет, или удар крылом. Ладно, попробуем удар крылом, но потратит хотя бы больше половины. Но просто если там будет гиперлуч, то это будет плохо. Ой, меньше половины. Раскат грома. Парализовал. Давай выброс огня. Ну-ка. Надеюсь, он не пропустит ход. Давай-ка, добьешь, нет? Добьешь? Не добил. Очень сильный Георадос. Теперь уже добьет, конечно. О, а зачем я перегрев использовал? А, ну ладно. Кингдра. И на нее перегрев сразу. О, как неэффективно. Все, ставим заптоза, но сейчас она что-нибудь сделает плохое. А, нет. Ладно, ставим заптоза. Но заптоз все-таки уровень-то. А, на два уровня ниже, в принципе. Но она себе все параметры улучшает. Разряд. Да сейчас ее будет не пробить. Разряд. Ну-ка. А, неплохо все равно. Давай клюва дрель. А, бальзам. Понятно. Надо было разряд второй раз использовать. Че я пожалел. Ну, а сейчас она что-нибудь ультанет. Да. Надеюсь, не убьет одним ударом. Не, не убила. Давай разряд не проб... О, это плохо. Это плохо. Придется бальзам юзать. Так, бальзам. Заодно и статус уберем и вылечим. Гипер луч. Вот это вот убьет, скорее всего. Нет, не убил. Надеемся на разряд. Давай. Добей. Ну, добей же. Ну. Есть. Так, одного с минусилием. Аэродактиль это плохо. Аэродактиль это самое жесткое, что у него есть. А у меня еще парализованы через арт. Семьдесятого уровня Аэродактиль. Ну, надеюсь, паралич не сработает. Выброс огня. Вот это сейчас очень много потратит. Дух предков. Больше половины. То есть, две атаки такие уже не выдерживают через арт. И это через арт сотого уровня. Итак, мы используем бальзам. На через арте. Но он сейчас опять использует дух предков, скорее всего. Но зато хоть паралич извлечем. Да, вот он использует дух предков. И мы просто надеемся, что через арт первым выпустит огонь. Да. А, он же всегда первый атакует. Все, добили аэродактиля. Но аэродактиль очень-очень-очень сильный. Там бенузафор растет в уровне. Драгонайт. Нет, я не буду менять. Драгонайт 7-2 уровня. Очень сильный тоже. Я даже использую еще один... Этот... Гиперзелем. Наверное, тут можно обойтись. Удар молния. Сколько потратит? Если меньше половины, то убью огнем. А, огонь вроде бы не очень эффективен на него. Не понял. Ну, попробуем огонь. Но, по-моему, он не эффективен. Ну, да. Хотя, в принципе, я вон еще обожжен. Не так уж и плохо, я скажу, в принципе. Да, вот это было неплохо уже. Так, он там страдает. Стоп. Если он там уже страдает, может быть, его крылом попробовать добить? Если что, я восстановлю через арда там другими. Удар крылом. И ожог. Ну, от ожога же я сдохнет. Ну, сейчас эти оба сдохнут. Ну, хорошо. Через арда я подниму сейчас. Так, пусть вон выходит драгонайт. Так, и он выпускает драгонайта. Нет, я не хочу заменить, но я хочу поднять через арда. Так. Эликсир. Поднимает через арда. Так, он использует слых дракона. Он выше на 11 уровней. Ничего. Главное, чтобы через ард поднялся. Гиперзелия. Ну, и добьет, конечно, драгонайта, бедного. Так, и выходит через ард снова. И делает выброс огня. Потому что в тот раз выброс огня обжег. И это нам очень помогло. Но он не всегда обжигает. К сожалению. Зато потратил больше. А, ну уровень-то ниже. На 6 уровня он ниже. Ну и все. Второй выброс огня должен добить. Но у него еще там не добит кто. А, не добил. Не добил. Не, ну конечно, это не что. Это через ард, вот эти атаки. А, ну вот бальзамы тоже. Да. Ну у нас-то тоже бальзамы есть. Так. Ну давай еще удар крылом. Должен же добить, ну. Есть же, ну добивает же, ну. А, вот Георадус же там не добитый. Ну давай Георадус. Он уже должен помятый быть. Дарк Энджел, привет. Ну все, давай ты его за одним ударом добьешь уже. И есть же. Ну все, Георадус добит. У него закончились, пока я понял, покемоны. Там минузовер растет. Неплохо так. Не поднял он по часам. Жаль это признавательно. Вот ныне ты мастер покемонов. Я все еще не могу поверить, что мои драконы проиграли. Теперь ты чемпион лиги покемонов. Хотя нет, у тебя есть с этим одна проблема. Ну, история повторяется. Другой тренер для тебя победил элитную четверку. Его имя Гарри. И это он действующий чемпион лиги. Ну да, то есть то же самое. Стоп. А, они хотят сказать, у меня не будет шансов остановиться. Вот это лол. Ты снова здесь, это хорошо. Мой конкурент должен быть сильным, чтобы я не расслаблялся. Работая с Покетексом, я изучил сильные и слабые стороны покемонов. Я собрал команду покемонов, способную развить любую другую. И вот, я чемпион лиги покемонов. А ты понимаешь, что это означает? Отныне я самый сильный тренер покемонов на свете. Вот блин, я дурак. Пошел в дверь, а надо было вначале подлечить их. Сейчас, возможно, это со мной сыграет. Нехорошая вещь. Да, через арт 100 уровня, а бульба слабенький до 47. Геракросс. Но Геракросса, конечно, жечь надо. Жечь! Жуков жечь! Есть! Ваншот с 72 уровнем. Вот это эффектно. И вот Бластойс. Страшный сон через арта. И Бластойс будет... Я даже не хочу говорить, какого уровня. Сейчас сами увидите. Бластойс 75 уровня. Это печальная печалька просто. Я не знаю, пройду ли я его. Учитывая, что через арта против него не особо. Потому что он огненный, а этот водный. Что, заваншотит завтра? Я надеюсь, что нет. Он заморозить, да, может? А, нет, нормально, кстати. Заряд. Только не промахнись. Надеюсь, хотя бы половину отнимет. Да ладно. Да ладно. Почти убил. Еще и парализовал. Что? Я думал, будет все намного хуже. Но он сейчас бальзам, да, использует? А, нет. Цитрус фрукт. Еще заряд. Использует бальзам. Но я-то еще заряд. Только сейчас не промахнись, Заптос. Не промахнись. Заряд. Так. Ну и давай заряд. Есть. Есть. Это все оказалось легче, чем я думал. Или мне просто повезло. Может быть просто повезло. Я не знаю. Но в любом случае. Бластой спобежден. И это самое сложное практически, что здесь меня ожидало. Но хотя у него еще много сильных покемонов. Возможно, меня другие нагнут. Алаказам. Ну. Не знаю. Электричество против психических вроде бы не особо. Но. Что мне остается. Пусть пока попробует Заптос что-нибудь сделать. Ну, убьет его, так убьет. 73 уровень. Вот я не знаю, лечить его. А, у него заряды закончились. Клюва дрель давай. А, он первый атакует. Ну ладно, Заптос лежит, значит. Пусть Лапрос попробует. Я не знаю. Вода. Я не знаю. Против психических. Вот такие стихийные. Они вообще как-то ни о чем. Гидронасос. Кто за разум? А, атаку вызрастил. Давай, только не промахнись. Гидронасос. Да. Да. Плавание. Отзывает. Кого ставит? Экзегутор. Ой, вода против травяных. Это же ни о чем. Нет, экзегутор уже понятно, да? Кто будет бить. Я надеюсь на ваншот. Гига дренаж. Что, много сожрет? Да не особо, лол. И выброс огня. Надеюсь на ваншот. Ну, правда, там уже чуть потрачено здоровье. Поэтому мы не узнаем, это ваншот или нет. Ну, я думаю, что скорее всего так и так был бы ваншот. Там растет венозавр. Итак. Кто? Тиранитар? Посмотрим через арт. Проверь, кто это. А-а-а-а. Это печальный вообще-то покемон. Он должен быть очень сильным. Так. Я думаю, есть смысл воспользоваться бальзамом. Так. Удар молния. Сколько потратит? А-а-а. Нормально. Все. Тиранитар, значит, сольется скорее всего. Если у него нет ульты какой-то еще. Выброс огня. Хотя это возможно. А, нет. Он же полукаменный. Должно быть эффективно. Нет. Нет. Неэффективно. Тогда попробуем удар крылом. Так. А-а-а. Надо полечить. Надо полечить. Не рисковать. Не рисковать. Лечить. Иначе он может добить. Одним ударом он не может убить. И даже двумя. А вот тремя уже может. Так что. Вполне как бы я могу постоянно лечить. И атаковать при этом. Если, конечно, у него не припасено что-то там напоследок. Так. Ой, не-не. Куда сумка? И удар крылом. Да. Да. Неплох. Неплох. Но все равно мы такими темпами его, в принципе, положим. И еще бальзам. Мне-то что, жалко что ли? У меня их 100 штук. Главное, чтобы он не парализовался там. Ну, Лапрас, понимаешь, Лапрас 40 какого-то там уровня. А так я через ардом так или иначе добью. Пусть попробует перегрев. Перегрев. Сильная атака. Да. Да. Неэффективно. Не, неэффективно. Добил, правда, но неэффективно. Алаказам. Ну что, я надеюсь, все-таки Алаказама добью. Кстати, Алаказам страдать тоже будет или нет? Он же сам же страдает от своей этой ерунды. Давай тоже перегрев. Ну-ка, ну-ка. Ну да же, ну все. У него вроде... Или у него еще есть? Стоп, или это последний был? А, у него Арканайн. 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 Лапрас. Выходи. Арканайн 73 уровня. Но вот в Эд. Лапрасу сейчас будет тяжело. И опять тебе пострадает ты самому от этого. Гидронасос. Ой, перегрев. Только не ваншот. А, нет, он же неэффективен, по идее. Но он сильный очень. А, ну почему хотя бы один не осталось? Вот лол-то, а. Вот лол. А кто? Бульбазавр? Вообще не жесть. Ну, короче, только через Ардом тащите. Огонь против огня. Голем и подрыв? Не знаю. Но он не успеет, понимаешь? Он не успеет. Тупо не успеет. Скорее всего. Проворство. Ну-ка. А, о-о-о. Так это же вообще норм. Но правда огонь его заваншотит. Поэтому подрыв. Если у него есть, кстати. У него есть подрыв? А, у него нет подрыва. Пека, пека. Пека, пека. Нет подрыва. Мощь в земле. Промахивается. Везет. И это неплохо. Может ли он еще нанести один удар? Или все-таки его сейчас убьет Арканайн? Мощь в земле. Есть. Он промахивается. Все. Арканайн побежден. И это означает, что Гарри побежден. И лига пройдена второй раз. Нет, этого не может быть. Я проиграл самый важный бой. После всего, что я сделал. Я ведь стал чемпионом. Да, да, да. Как я мог проиграть? Я ни разу не ошибся, воспитывая своих покемонов. А, ладно. Ты новый чемпион лиги покемонов. Игорь глав. Я взял просто другую. Начал новую игру. И взял там другого покемона. И потом его обменял. Но тут же есть обмен, типа, между приставками. И взял, обменял. На какого-то левого там. И все. У меня все 149 есть. Хоть мне и тяжело это признать. Эш. Тебе удалось победить. Примем мои поздравления. Ты новый чемпион лиги покемонов. С тех пор, как я дал тебе чермандера, многое изменилось. Эш, ты теперь мастер покемонов. Гарри, ты расчаровал меня. Я помчался сюда, как только узнал, что ты победил элитную четверку. Но пока я добирался сюда, ты успел проиграть. Гарри, ты понял, почему ты проиграл? Ты забыл, что к своим покемонам нужно относиться с любовью и уважением. Ну, вообще, в принципе, я это уже читал. Ну, еще раз. Без этого тебе никогда не стать чемпионом снова. Эш, ты понимаешь, что эта победа не только твоя заслуга? Мы, покемоны, очень старались ради этой победы. Эш, идем со мной. Эш, мы находимся в зале славы лиги покемонов. Все чемпионы лиги покемонов зарегистрированы здесь. И их покемоны тоже отмечены в зале славы. Эш, твое усердие и терпение сделали тебя новым чемпионом лиги покемонов. Ты и твои покемоны теперь навсегда в зале славы. Но, это еще не конец стрима, если что. Так что, не расходимся. Ну, затащил, конечно, через арт. И за аптас. Вот за аптас и через арт в основном затащили. А другие вообще там... А, нет, вру, голем, да, вот в конце, в конце голем, молодец. Вообще порадовал. Дарк Энджел буду, но с перерывом. И, ну, не в это, не в Fire Ready буду ловить второе поколение, а именно, ну, в этот, в ремейке Gold и Silver буду играть. Но это потом. И так, за 133 часа я прошел уже вторую лику. Убежал Гарри. К сожалению, ну, здесь вообще в первом поколении 151 покемон. Да, у меня есть 149 и 149 по покедексу. Поймать 151-го, Mew, невозможно на эмуляторе. Но только если четверить. А, почему? Во-первых, нужен лицензионный картридж. Я не знаю, как это сделано технически, но нужен лицензионный картридж. Во-вторых, нужно участвовать в специальных мероприятиях, которые проводятся в некоторых странах. Вот. И тогда дадут билет на 8-й остров, вот, на верхепелаге Розовых островов. И да, так 8-й остров недоступен. И только на 8-м острове его можно поймать. Тем самым, у меня этого, я никаких естественных мероприятий не участвовал, у меня эмулятор. Поэтому у Mew я не поймаю. А вот что касается 150-го покемона, Mew2, этим именно мы сейчас и займемся. Мы идем ловить Mew2. И это будет очень-очень непросто, я так понимаю. Да, я понимаю, что читами можно, но я не читами. Я все 149 поймал не читами. Но если не считать читом, ускорение эмулятора, ну просто чтобы не терять время, да, и не считать читом то, что я с двух эмуляторов перекидывал покемонов. Если это не считать читом, то я без читов. Ну то есть, почему я это не считаю читом? Потому что вот ты меня спросишь, да, а где мне поймать или взять вот этого покемона? А я тебе скажу где, потому что я их не просто начитерил, а я знаю откуда они берутся. Ну вот, то есть как бы я поэтому не считаю это читами. Учитывая, что как бы по-другому нельзя просто играя одиночные одному, как бы, да, по-другому их не получить всех одновременно. Поэтому как бы я не считаю, что это читы. Ну 6 мастерболов. Да, я мастербол потратил по глупости. Да, 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 я же говорю, у меня 149, я всех обменял, кого надо для эволюции и так далее. Вот. Итак, у меня нет мастербола, вот, и мне нужно поймать мьюту. Титры, кстати, нельзя переключить, я же один раз уже их смотрел, в принципе, нельзя. Могу только ускорялку включить. Так, а что мне бластой зато показывают? А, типа Гарри. Ну, пока, не знаю, нечего сказать, пока титры идут. Сейчас пройдут титры. Пойдем. Я уже знаю, куда идти, но от этого нережче будет поймать. Ускоряй. Ну, раз так просите, сейчас я звук выключу, чтобы не раздражал. Ну, что, поехали. Надеюсь, я смогу его поймать. ГГ. И вот. Ну, соответственно, у меня все вылечены, да, покемоны? Да, все нормальные, в строю. И теперь мы идем в город, во-первых, мы идем в город второй, не помню, как это называется. Второй город, в общем, в покет-центр мы идем. Пиджа второго уровня, это, конечно, мощно. Ладно, не буду его, бедного, сжигать. Ну, это же и есть, это ремейк ред, покемон ред. Тут как бы хотели сохранить максимум. Нет, он не тут, он же там, он в царулине. Ну, так, а ты говоришь, тут. Здесь улучшили графику, улучшили музыку, добавили розовые острова и второе, третье поколение покемонов. Ну, еще что-то вроде бы, не знаю. Ну, я как бы не играл в чисто ред. А зачем я? Стоп, они же мне целые. Уже привычка просто. Увидел покет-центр, лечи. Так, мне нужно взять пиджа. Пиджет. Да, есть, конечно. А, ты имеешь в виду то, что... Не, подожди, в ред же тоже мьюту вроде должен быть или нет? Сейчас покажу. Или покажу все-таки после поимки этого. Может показать уже, тогда я всех покажу, когда поймаем ютуб, чтобы был полный список. Да, короче, я покажу, когда будут уже у меня полные, тогда уже покажу. Ну, пошли. Надеюсь, у меня в самой пещере трудностей не возникнет серьезных, а то там, говорят, кроме мьюту, там еще сильные покемоны водятся. Не, ну, каторпи, это, конечно. Что за фулл репел? Абра. Ну, да, ходы как бы... Не, ну, вот эта пещера, наконец-то в ней мог выйти Церлинский грот. Ну, в общем, я сразу говорю, что так как с ультрабола поймать мьюту, который еще там умеет тебе восстанавливать половину жизни и еще защищаться от статусов плохих, это будет просто ад ловить. Поэтому, скорее всего, как бы, не обижательно я буду езжать сейв стейты. Ну, потому что это может растянуться на очень-очень долгое время иначе. Праймейп 52 уровня. Я не буду, наверное, тратить на них атаки, да. Оставлю-ка я их на... Соответственно, мьюту. Так, куда идти, я не знаю. Ну, пойдем сюда. А интересно, гиперспрей поможет их отогнать? Давайте попробуем гиперспрей использовать. Ну, просто там же написано в описании, он гоняет слабых покемонов. А это что, слабые, что ли, 50 код там уровня? Ну, ок, юзанул. А, это тупик? Ну, ладно, возьмем, что тут лежит. Тут лежит бальзам. Ой, да сто лет этот бальзам, у меня их там, блин, 80 штук или сколько-то. Раскол это стринг, я не знаю, я же в английскую не играл. Ну, короче, камни рубят, то что. Самородок. Так, нам наверх или сюда? Ну, не знаю, нет смысла, наверное, вещи собирать. Да, нет смысла, в общем, вещи эти собирать. Мне только мьюту найти. Так, это тупик. Тупик. А здесь тогда что? Посмотрим, что тут. Тупик. За чего это сделали? Неужели разработчики думали, что к этому времени у меня здесь будет настолько больно? И там вообще печально. Или что, я спреи не могу себе позволить? Так, это что, опять тупик? Мы посмотрим. Так, закончился спрей. А, нет, это из-под камня вылез, я понял. Ну ладно, придется его спалить. А, лабиринт перед лигой, ну да, прикольный такой. Ну ты про пещеру, да, вот эту? Да, я там тоже немножко помучился. Опять тупик, ну ладно. Ультра-бол нашел. Да ну. Стоп, а я ультра-болов, надеюсь, нормально у меня количество есть? 24, ну я думаю, мне одного хватит. Ну, вы поняли. Макситоник. О, закончился спрей, да? Значит, магнитон тут? Странно. Че он в пещере-то забыл? Мне кажется, все-таки, проблемой поимки в Ютубе будет именно... Не то, что он сильный, а вот то, что вероятность низкая. Да я знаю, что можно сбегать, а через арда там уже все высокое. Пожалуйста. Так, налево или направо? Надо еще спрею зануть. Нет, ну еще пять штук. Так, куда идти? Сюда? Немножко, что в этой игре меня вот раздражает, а то вот эти вот... Зачем столько много надписей, которые еще переключаются так долго? Я понимаю, там один раз, но они каждый раз появляются. Так, ну посмотрим, что тут. Да, странно. Тут вроде бы такого нету. Тут только скорость текста, и все. Так, куда нам нужно идти? Сюда. Вероятно, я нашел правильный путь. Ну да, а там что, один динамик у приставки, что ли? Или там наушники же можно подключать? Или ты типа намекаешь, что такая тут музыка, что смысла в стерео нету? Да нет, все равно, стерео даже на Sega было прикольно. Да, ну мы нашли. А, оригинал был моно. Итак. Сейв. Поехали. Мью. Мью. Поехали. Семидесятого уровня. Ну давайте результат немножко пораннего, не до конца. Я надеюсь, он не убьет его. Надо еще, да, потратить? А кем? Кем ему потратить немного? Драгонайт? Сейчас я сделаю вот так, даже сейв здесь. А, он восстанавливает здоровье. Печаль. Клык дракона? Да ты издеваешься, лол. Ладно. Давайте-то я не так. Попробуем сразу поймать. Пофигу. Хм. Хм. Да ладно. Мне кажется, и так нормально. Так. Ну как вот, как сейчас чатик напишет, так и будет. Я могу просто сделать следующим образом. Поставить вот так. Сейв. И просто юзать. Не поймал, а цейв. Не поймал, а цейв. Вот. Ну так, хоп. Ну если что-то более жесткое, но могу попробовать и более так честно. Могу даже на ускорение. Лол. Мне лишь бы поймать, в принципе. Нет, я так ловил этого. Птиц легендарных так ловил. Ну, кроме той, которая на мастер-бол. Видишь, разный эффект, даже так видно. Он то три раза покрутится, то... Так, ну давай, пока попробуем так. Это может показаться, что не приносит результата. На самом деле нет, шанс есть. Я просто уже убедился на этих легендарных птицах. Вон, он то сразу вырывается, то долго. Можно попробовать... Можно попробовать все-таки ему сделать удар, но он сдохнет, да? Понятно, он сдох. А выберу другого, он начнет лечиться, и все. Так что не знаю, в принципе. Иногда бывает, повезет быстро, иногда долго. Но сейчас, если я еще так раз... О, жесть, почти. Я уже думал, все. Сейчас еще раз там 10 не получится, то я ускорялку включу. Только такой звук выключу. Включу что-нибудь на фоне пока. Потому что, конечно, музыка, вот эта, особенно повторяющаяся, каждый раз, с одного момента, раздражает. Я понимаю. Не хочет. Так, ладно. Сейчас. Рубим какую-нибудь музычку, чтобы не было так скучно. Ну, надеюсь... Сейчас. Где-де-де-де-де-де-де-де-де было, блин. Не сильно офигеете от Тоха. Ой, блин, надо же сохраниться уже без музыки, лол. SafeState запоминает так же и состояние музыки Грейтболл есть? А нет нету нету, а грейтболл же он слабее Сейчас поймаем С одного болла поймаем Ух ты ж почти ж ну Думаешь, ну сейчас уже не бежать за грейтболлом Не знаю, мне казалось ультраболл наоборот высший шанс имеет Странно Поэтому я даже как-то на грейтболл и забил Есть! Есть, поймана! Ну вот все! Мьюту, генетический покемон В ходе эксперимента генетический код этого покемона неоднократно изменялся В результате покемон стал злым Вот и все Вот и все С одного болла поймали, пека-пека Сейчас я использую трос, чтобы выйти Если у меня есть Если у меня есть До 100 Да не, я не буду уже Все, это последний стрим Был По покемону FireRed Сейчас мы выходим Дойду сейчас до Покет-центра И буду завершать Так, ну нет Тентакул-то не в тему, конечно Да, я обещал показать еще Полный покедекс Ну, естественно, без мью Да, потому что Ну, я уже объяснил Вот Итак Сейчас я влюблю вам другую музычку Тему, собственно Ту самую Правда, к сожалению Я искал, не нашел полную тему Чтобы была не вырезана из аниме А чисто И там, поэтому в одном месте Есть фраза из аниме Там Ну, не важно, да Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два раза до Поливирла вкачал Чтобы Поливирла уже обменять на Джинкс, если не ошибаюсь Да, вот Абру, кстати, я затупил Абру уже можно поймать Вот здесь, как раз возле этого грота Татарелинского Но Абру я Просто купил, короче, в этом В казино Вкачал до Кадабры И уже потом обменял При обмене инволюционировал Локазамы И вот отвечай на вопрос Как мне Локазам? Ну, к сожалению, я Локазама прокачал Но видно было До 37 уровня И, к сожалению, это ни о чем для лиги Поэтому в лиге он себя не показал А так вообще Псилуч у него неплохая атака Сейчас, раз уж я не успел Еще включу заодно И Инглиш тоже версию Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, на Абру точно На Абру меняется Скайтера было очень сложно Поймать в Соответственно В сафари зоне О, как же он убегать-то любит Лол Ну, Джинкс я уже говорил Откуда у меня взялся Электробаз Вот это была вообще Интересная вещь Я когда все-таки Нашел электростанцию Я поймал там Ну, нашел электробаза И Короче, кинул в него Ультрабол И с первой попытки Поймал Без сайстейтов Просто кинул ультрабол, поймал Сразу Вообще норм, повезло Магмар это Вот меня удивило, почему Магмар Ловится в покемон Ливгрине Какая-то странная логика Я думал в Ливгрине ловятся травяные Какие-то особые А в Файреде огненные Но почему-то Магмар ловится только в Ливгрине Пинцир тоже, но это как раз не удивительно Ну, Торос Вот Мэджик Карп, конечно Был бы тут геймплей, где тут Если ты имеешь в виду то, что почему я не играю Так я прошел Все, это в принципе конец стрима Сейчас я досматриваю покедекс и все Вот Мэджик Карп, конечно, тоже очень долго вкачивать И очень нудно до Георадоса Но Георадос неплох Вот Лапрос, это один из моих любимых покемонов Вообще клевенький И он и плавает, и очень сильный Ледяной, водный Не, классный Лапрос классный вообще А, выиграл про покемонов? Ну, не знаю, мне нравится Понравилось Я первый раз играю в покемонов Дита, конечно, уникальный Ну, у Лапроса есть ледяные атаки Ледяной луч у него есть Град есть Вот с Эви вообще такая подстава от разработчиков Он один на всю игру Но у него Вопарион форма эволюционная Джилтеон и Флорион То есть, если я представлю, что Мы играем только на реальной консоли У нас есть, конечно же, друзья Да, с такими же консолями А в России это нереально Ну, допустим, мы живем в Японии У нас есть Вот И, соответственно, я должен поймать Эви Эволюционировать его в одну из форм А друг должен эволюционировать в другую форму И по какой-то причине Или за деньги, я не знаю Он мне должен этого Флориона поменять На кого-то, но не на Вопариона А на кого-то левого Вот И еще с одним другом так проделать Чтобы сделать желтеона Ну, то есть, это Настолько жестко нужно Или две консоли покупать Ну, то есть, это реально вообще Так а как ты загрузишь-то два картриджа одновременно На одной консоли Вот Паригон вообще я не понял прикола Что значит виртуальный покемон? Типа робот, что ли? Бред какой-то А, ну, два геймбоя, ну Два геймбоя надо И к тому же нужно два раза проходить игру Не два, три раза надо проходить игру Чтобы три Эви было Ну, честно, это жестко Аман Найт, то же самое Надо два раза пройти игру, чтобы получить Аман Найта И Кабуто То же самое с Хитман Чан, Хитман Ли Ну, а Родактиль, слава богу, один Ну, Снорловс, конечно, толстяк И вот, Артикуна Заптас И Молторас Ну, у меня, в принципе, вот Заптас Затащил довольно-таки неплохо в лиге тоже Да, три геймбоя Нет, ну, три геймбоя не надо Два геймбоя, конечно Ну, да, бредово, согласен И по-ребому два картриджа надо Надо же одновременно, чтобы игра была запущена Вот Доротини, конечно, я прокачал Драгонир И для меня, честно, было сюрпризом Что он еще вкачался в Драгонайта Драгонайт такой тоже клевенький Довольно сильный И вот 150-й покемон, Мьюту И у нас 150 собрано 150 покемонов Ну, на этом я, как бы, официально прошел игру Как я уже говорил, я второе-третье поколение качать не собираюсь Почему 149-то? А, потому что с первого начинается Ну, да Согласен 149 Нет, номер 150 А, не, подожди, что-то я запутал Не, почему? 150 150 Так что, как бы, второе-третье поколение в этой игре ловить не буду, потому что смысла нету, да, есть вторая игра, третья и так далее Всех, кого надо, я здесь поймал, вкачал Через арту у меня стартовый покемон 100-го уровня Ну, все, я все, что хотел получить от игры прошел Да, Мью 151, но Мью не будет, потому что только читами Вот, поэтому на этом стрим заканчивается И если есть вопросы, пожелания, замечания, предложения, можно написать в чат А игра Pokemon FireRed, которая, именно эта игра нас связывает многих с детством, потому что именно первое аниме показывали нас по ОРТ На этом она заканчивается Ну, все, всем пока, увидимся на следующем стриме